В санатории Пирогова заложена новая традиция – раскрывать таланты работников. Если человек талантлив, то он талантлив во всем. 14 декабря в санатории Пирогова состоялось открытие выставки картин Владимира Анатольевича Валихова. Талантливый работник санатория, врач-невролог высшей категории, не имеющий художественного образования, первую свою картину написал в 2012 году. В самом начале пути в творчестве Владимир Анатольевич попробовал себя в разных стилях и направлениях. Количество картин, представленных на выставке, впечатляет. Хочу сказать, как человек, тоже занимающийся, имеющий несколько хобби и следящий за теми людьми, которые сегодня не только состоялись в профессии, а и реализовали себя еще и в своих увлечениях, это действительно та основа, которая позволяет, во-первых, развиваться. Во-вторых, очень приятно, что вы сегодня не скрываете свое творчество, а вы сегодня демонстрируете, насколько вы многогранен, насколько вы талантлив. Начальник санатории Игорь Александрович Довгань поздравил врача-невролога санатория с первой выставкой, причем персональной. Владимир Анатольевич Валихов выразил огромную благодарность руководству за организацию выставки на территории, а также за предоставленную возможность поделиться своим талантом с гостями санатории и коллегами по работе. В первую очередь хочу поблагодарить Игоря Александровича, Елену Робертовну, без которой бы не состоялось этой выставки, я даже и мечтать не мог просто. Я писал все время в стол, просили меня вывесить в отделение, вывешивал что-то. Но и не более того, если бы не предложение нашей администрации, то ни в коем случае этого бы не состоялось. Большой вам поклон просто за это. Просто это, ну, сбылись все мои мечты. Сегодня уныние, да? Пандемия, и когда ты приходишь и видишь вот это вот великолепие красок, понимаете, это как-то поднимает настроение. Мы сделали эту выставку, и на самом деле, когда приходила в кабинеты, всегда мы так делали, я видела эти яркие картины. Поэтому, коллеги, я желаю всем жить в таких ярких красках, быть такими красивыми, как на этих картинах женщинами, верить в то, что наш завтрашний день и сегодняшний самый яркий. И я вам желаю творческого полета, я желаю, чтобы ваши картины только приумажались. Основоположником данного жанра в русской живописи был Иван Константинович Айвазовский, который и вдохновил Владимира Валихова на занятия с живописью. Все мое детство прошло дома, где висела большая картина репродукции Айвазовского, 9-й вал. Я постоянно смотрел на эту картину, ну и думал, доплывут, не доплывут эти люди. В итоге непонятно. Но это засело, видимо, под корку, это детские переживания, и, может, это таким образом, оно выплеснулось вот в то, чем я сейчас занимаюсь. Это вот Стархан Кута, это последний локдаун был, заняться, говорится, было нечего, я нечем, я писал картины. А это, как говорится, мой ответ Айвазовскому на его картины «Чёрные боли». Многие работы автора выполнены в романтическом стиле. Несомненно, объединение в одной выставке столь разных по стилю и средствам исполнения живописных работ привлекает внимание посетителей выставки. Я увидела эти картины впервые, я подумала, что это какая-то художественная школа. А узнав о том, что это доктор, санаторий, врач-невролог высшей категории, я, конечно, очень восхищена. Художник, хороший муж, хороший отец и прекрасный коллега наш. Мы его очень любим и уважаем. Работники с гордостью и восхищением рассматривали картины Владимира Валихова, а пациенты любой из картинами талантливого врача не скрывали восторга. Анастасия Климчук, Татьяна Серова, Саки. Новости на телеканале Тонус.